25.09.2023 год, вы на Большом канале Олега Соскина, уже там нас скоро будет 131 тысяча, но медленно, можем больше и быстрее, тем более это для вас всех необходимо, делаю тяжелейшую работу, несу правду в ваши головы. Давайте обсудим такую тему. Итак, свершилось, Азербайджан по сути почти минимальными затратами с помощью Путина Российской Федерации вернул себе Нагорный Карабах, который всегда принадлежал, это Верхний Нагорный Карабах, часть Арцаха, Арцах сам принадлежал. В отличие, там есть равнинный, так сказать, Карабах, принадлежал всегда Армении. Потом его, Сталин включил эту часть, населенную армянами, в состав Азербайджана на правах национальной автономии области. Что же произошло? 30 лет они жили, армяне там, как, ну, может их ошибка была, что они не вошли в Армению. Они оставались, как бы, отдельным, типа, суррогатным, эрзац, типа, государством. И жили там только уже армяне, где-то 120 тысяч. И вот, собственно, Азербайджан во главе с кагибистом Алиевым, папа которого Гейдар Алиев, вместе за своей женой, которую этот сын Гейдара Алиева сделал своей вице-президентшей, специально должность такую ввел и назначил ее вице-президентшей. Это вообще беспрецедентно, конечно, да не такого вспомнить. Ну, разве что в Аргентине были там Перрон, жена Перрона, она тоже там была такой, пиранисты там были. Ну, плохо закончилось, может и в Азербайджане тем же закончится. В Аргентине сейчас полный мрак. И вот, получается, следующая ситуация, что Азербайджан захватил эту Карабах, и теперь будет это его часть. Он сильно поработал за это время с Израилем. Израиль ему поставляет оружие. Азербайджан разрешил ему базы на своей территории создать, слежки за Ираном. Для Израиля это тоже очень выгодно. Турция, Эрдоган, прямо Алиев в десна целуются. Вот сейчас Эрдоган приедет в Азербайджан как раз из трибуны ООН на Генеральной Ассамблее. Поддержал, ну, по сути, геноцидную чистку, которую проводит Азербайджан в Нагорном Карабахе. Таким образом, забрал он, ну, типа, вернул себе Нагорный Карабах, который ему в рамках Советского Союза принадлежал. Какой вывод делаем? Это очень важный прецедент. Территория была заселена... То есть, Азербайджан кем населен? Это атеисты, огнепоклонники. Тюркской... Они, как бы, часть когда-то были Турана. Проповедуют восстановление Великого Турана. Кстати, главный идиолог это вот как раз президент, типа, Турции Эрдоган. Эрдоган, кстати, они сейчас сделали, подняли ставку учетную своего Центробанка, Назбанка Турции, до 30%. Потому что ничего не могли с этой инфляцией справиться. Там просто полный крах экономики. Эрдоган довел эту Турцию до ручки. Ну, а когда разрушена экономика, финансы, когда люди бегут из страны, что надо делать? Надо начинать заниматься решением военных вопросов. Вот он этим и занимается. В Сирии воюет, в Азербайджан поддерживает, в войне с Арменией, ну и многие другие вещи. Швецию в НАТО не пускает, в Финляндию перед этим не пускал. То есть, такими занимается разными другими делами, которые просто называются надувание щек. И есть еще такая, это мажутся в цвета национального флага. А дети обычно бывают, так раскрашиваются. Вот Эрдоган такую политику избрал себе. И все, а вы там вздыхайте в середине, это ваши проблемы. То есть, сегодня Турция это одна из уже беднейших стран, собственно. Вот она и в Европе, и в Азии лежит. Теперь дальше идем. Получается, что Азербайджан забрал Нагорный Карабах. Вернул его. Но тогда, естественно, он создает прецедент для всех других. То есть, Грузия тогда, по логике, должна вернуть себе Абхазию и Южную Осетию. Молдова должна тогда забрать себе Приднестровье. Ну и Украина должна тоже вернуть себе загарбанные земли, которые Россия, Путин, Московия забрали путем агрессии. Украины это и Крымский полуостров, и Луганско-Донецкие две области, и Запорожскую область, там и Херсонскую. Вот чем должно закончиться логически геополитическое действие возвращения Нагорного Карабаха в Азербайджан. Более того, можно дальше продлить линию. Тогда обязательно Сербия должна вернуть себе Косово. Потому что Косово это органическая часть. Она, кстати, тоже была как раз автономным там областью, кажется, Косово. Или краем, как это называлось. Поэтому логично в рамках этого, что Россия, как член Совета Безопасности ООН, поддержала такое развитие событий. Армения является членом УДКБ, военного блока с Россией. Россия не помогла Армении, Пашиняну не помогла. Наоборот, помогла этому Алиеву, Турции, Эрдогану забрать у Армении Нагорный Карабах. Но, подчеркиваю еще раз, потому что Карабах не вошел в состав Армении. Если бы он провел референдум и вошел бы, то была бы часть Армении и все, как можно тогда забрать. А так они что-то это не доделали. Трудно сказать, почему, но вот так произошло. Естественно, что сейчас то же самое Украина может сделать. Не зря Россия включила их с помощью типа, видите, тут она сработала. Провела референдумы по поводу того, что вот эти аннексированные украинские территории, типа, население само сделало выбор. Ну, это ложь, конечно, кто там делал выбор. Но, тем не менее, она формальности эти учла, в отличие от Армении. Но все равно надо бороться за возврат. Но теперь очень интересно то, что может Сербия вернуть себе Косово. Еще раз подчеркиваю. Тем более, там идет обострение отношений. Поскольку в Сербии появились, наверное, раньше не существовали определенные такие, скажем, военные формирования. Может, частные компании военные, которые уже вступили в противодействие военные на территориях, которые заселены этими сербами. Они вступили в противодействие с Косовскими тоже, собственно, военными формированиями. Потому что никакой армии там нет, полицейских Косово нет. Поскольку это тоже захваченная территория с помощью НАТО и Соединенных Штатов Америки. Прежде всего, ЕС это захваченная территория у Сербии. Искусственно торгнутая. Поэтому Украина должна всячески поддерживать возвращение Косово в состав, собственно, Сербии. Тем более, здесь также как бы очень подобная ситуация. Азербайджан, он типа шииты, там огнепоклонники, атеисты. А Нагорный Карабах – это христианская, армянская громада, которая, собственно, она не тюркского происхождения, не туранского. Поэтому здесь видите, как произошло. Теперь, что происходит сейчас в Карабахе. То есть, уже принято решение, значительное количество тех, кто там живет, они же там имущество, имеют дома, все остальное. Они начинают уходить с этой территории, понимая, что рано или поздно начнутся чистки геноцидные, уже в открытом виде. Они и так сейчас идут и уезжают в Армению. То есть, в Армению ближе. Ну и Пашинян, собственно, это приветствовал, их возвращение. Но это возвращаются люди, которые, конечно, будут просто ненавидеть того же Пашиняна, как врага армян, христиан и так далее. То есть, тот, который допустил отторжение Арцаха от Армении. То есть, он будет, конечно, национальным предателем Пашинян. Но Пашинян не унывает, он уже договорился с западными странами, Францией, Германией, ЕС, штатами, конечно, что они там поедут, будут в Испанию. Кажется, 5 октября с этим Эльдаром встречаться, Алиевым, президентом Азербайджана, разговаривать уже про дальнейшее устройство, отношения, мирный договор и так далее. Но тут есть одна у них тяжелая проблема. Так, Сталин им заложил, конечно, такие бомбы, будь здоров. Почему? Потому что есть на территории Армении Нахичевань, а это тоже анклав Азербайджана. И Азербайджан хочет получить туда соответствующий коридор, чтобы выходить на территорию с Турцией. И для этого ему надо там коридор, вот где Армения окраничит с Ираном и с Турцией. И так Армения перебрасывает туда свои военные силы. Так что вполне возможно, что начнется новая фаза войны, уже непосредственно между Азербайджаном и Арменией, вот за этот коридор. К Нахичеване. Видимо, будут про это говорить, Эрдоган как раз приедет, должны будут этот вопрос решать. То есть пока там никакого мира не предвидится. Но может быть, будет предложено, чтобы совершить какой-то обмен там, что часть Нагорного Карабаха отдадут Армении. Взамен Армения даст какую-то территорию, поменяется, чтобы эти имели прямой выход. Азербайджан имел прямой выход на Нахичевань, минуя территорию Армении. И ограничил напрямую с Турцией, была граница. Ну как какие-то, видимо, будут прорабатывать они вот эти вот правила, параметры. Но надо отдать должное, что, конечно, Турция и Азербайджан в этом плане очень эффективно сотрудничают. И Путин поддержал и Турцию, и Эрдогана. Он договорился, видимо, когда тот к нему в Сочи приезжал, они там этот исламский же обед ели. Путину исламским обедом угощал этого Эрдогана. Видно, они все это согласовали. Тем более, что Путин, он не переносит Пашиняна, поскольку Пашинян принадлежит другому песочнику, его соединяют с Соросом. Поэтому, естественно, что Путин чрезвычайно зол на Пашиняна и хочет его убрать. И к этому все будет идти. Поэтому на Южном Кавказе, скорее всего, замерения не будет. Наоборот, начнется более уже такая масштабная, глубокая, серьезная война. Особенно, если сейчас будут геноцидные чистки по отношению к армянам в Нагорном Карабахе. Они хотят полностью выпускать население этот самый Азербайджан с Нагорного Карабаха. Потому что, говорит, требуют, чтобы ему выдали вот это руководство Нагорного Карабаха, которые, типа, были сепаратистами и террористами и не давали зайти Карабаху в Азербайджан. И устраивали войны против Азербайджана. С другой стороны, конечно, может это быть война Армении и Азербайджана. И в нее втянутся тогда какие-то и другие страны. Будем смотреть. Но следующий пример, это, конечно, для Украины. Потому что, таким образом, пример Азербайджана и Армении свидетельствует, что не имеет значения, сколько лет прошло, как была украдена украинская территория России. Так же, как в данном случае Азербайджан считает, что у него Армения украла Нагорный Карабах. Поэтому придет время, и как только Россия ослабнет, то надо забирать у нее будет все земли. Может, даже раньше. То же самое касается Грузии по отношению к Абхазии и Южной Осетии. И, в данном случае, Молдовы по Приднестровью. Вот такая, как бы, картинка сложилась интересная, дорогие мои. Видите, кто бы мог подумать. Следующий вывод. Конечно, Путин здесь оказался в очень слабой позиции. Ну, как бы, он достиг своего, что он Пашиняна обрезал. Но пока в результате Пашинян выиграл, поскольку получил прямой доступ к западным странам, к НАТО. И вполне возможно, что сейчас их примут и в Европейский Союз, и в НАТО. И тогда, конечно, для Путина это будут просто вырванные дни и вечера. А потому что, думал, как лучше, а получилось на порядке хуже. В принципе, Запад может это сделать, и если Штаты настоят на этом, Франция с удовольствием, и Германия поддержит. То есть, кто выступит против? Да никто не выступит. Так что будем смотреть, произойдут ли такие события, что Армению возьмут быстро сейчас и в одно место, и в другое место, и в третье место. Естественно, сейчас Армении надо решать вопрос по вот этому коридору в Нахичевань. Посмотрим, как они это сделают с Азербайджаном. Вот такой бы я вам сделал анализ. Ну и, исходя из этого, мы должны думать, а что же будет теперь Сербия и Косово, когда там произошли столкновения с этим группой вооруженных сербов. Как известно, трое из них были ликвидированы. Они ликвидировали одного косовского полицейского, ну и один так как бы раненый. То есть, там могут быть тоже очень серьезные события развиваться. Вывод какой делаем общий, генеральный, что рушится мировой порядок, и западные страны уже, ну, Советского Союза нет, есть вот это, так сказать, РЗАЦ-продукт под названием Российская Федерация, очень такой экспансивно-глупый когибистский. Ну и западные страны тоже очень в этом плане стали прогнившие, слабые. Они не знают, как бы, какие цели генеральные им преследовать. Будем смотреть, как события будут дальше развиваться. Я не думаю, что так прямо мирно будут развиваться в Нагорном Карабахе. Там всегда были очень мощные столкновения. Вот, посмотрим, сколько населения выйдет, сколько останется. И, естественно, что очень сложные моменты наступают сейчас в рамках войны Россия-Украины. Ну и может разгореться все-таки вот эта война сербско-косовская. Понятно, что если бы были выведены войска НАТО, КФОР, то Сербия бы без всяких проблем забрала бы Косово обратно в состав своего государства, Сербии. Вот, посмотрим, так сказать, события развиваются очень быстро. Вы на моем канале, Соскин, Олег Соскин. Смотрите, чтобы понимать, как жить дальше. Но тем более, что это все, эти события имеют абсолютно прямое отношение к Украине и к формированию системы украинско-российских отношений, которые находятся сейчас в фазе абсолютного тупика, цветнота Цуцванга и в состоянии очень тяжелой, кровавой, тотальной войны. До новых встреч!